собака тянет поводок на прогулке конечно такая прогулка будет дискомфортной для хозяина хозяин может получить травму может упасть вывихнуть плечо или руки его будут постоянно напрягаться и просто такое такая прогулка не будет комфортно а еще это является основной основной причиной какого-то негативного или неправильного с точки зрения владельца поведения питомца потому что собака будет постоянно преодолевать натяжение она будет ему сопротивляться от этого она будет возбуждаться ее тело будет ограничено в пространстве и поэтому она не сможет пользоваться сигналами примирения достаточно и это очень часто приводит к зооагрессии то есть к агрессии на других собак на других питомцев если вы когда-нибудь посещали занятия по курсингу по какой-то защитные защитному разделу работы можно к сожалению там по натравке например то там происходит следующее хозяин проводник или тренер сдерживает собаку через натяжение в сторону хвоста то есть он тянет поводок в сторону хвоста в сторону себя до в сторону хвоста собаки что происходит собака не может двигаться вперед желание такое есть и в какой-то момент и произносит команду на атаку и бросают поводок на землю и она бежит и кусает фигуранта или травочного зверя или курсинговую мочалку за которой собственно происходила охота но именно таким образом происходит натравливание потому что в собаке аккумулируется определенная энергия она куда-то очень сильно хотела туда не могла доставиться и в какой-то момент все рычаги снимаются и собака двигается в ту сторону мы делаем такой вывод что натяжение поводка это не только дискомфорт на прогулке для хозяина и возможная травматизация но еще и заранее я вас уверяю ваша прогулка обречена на провал потому что собака будет более возбуждена она будет что-то пытаться схватить в рот чтобы успокоиться что-то съесть что-то ухватить то есть эта собака заранее которую во всем ограничивает она пытается эти ограничения нарушать и также это очень часто приводит к зооагрессии потому что вы натягиваете собаку на себя вы ее натравливаете на какой-то объект на раздражитель и если собака все-таки знакомится или подходит к другой собаке она вот всю энергию на эту собаку сливает плюс ко всему она не может должным образом пользоваться своим телом и использовать сигналы примирения для определенных ритуалов вежливых ритуалов знакомства у нас будет три методики работаем три упражнения по работе с правильшим поводком первое самое часто применимое которое имеет безусловные плюсы но и минусы это остановки просто не следуйте за натянутым поводком вот так новость да вот так тренер если ваша собака тянет поводок остановитесь в ту же секунду в которую карабин натянулся и не следуйте за собакой на натянутом поводке секунду в секунду не надо делать даже несколько шагов останавливаемся и стоим до тех пор пока собака сама не снимет натяжение например она может посмотреть на своего владельца она может к нему подойти а может просто сменить направление движения таким образом поводок все-таки будет провисшим как только поводок станет провисшим тут же хозяин должен начать обучение и хвалить свою собаку выдавать и лакомство и продолжать движение это будет обучение остановка является прерыванием поведения можно сказать наказанием как только собака потянула поводок мы ее наказываем то есть останавливаемся не предлагаем ей лакомство не предлагаем ей никаких команд не предлагаем и движения но как только собака догадается что нужно сделать случайно или специально вы тут же начинаете собаку хвалить собаки устроены так они эгоисты они делают только то что выгодно и через неделю через две тренировок вы почувствуете разницу ваша собака начнет искать способы прогулки без остановок потому что остановки я вас уверяю тоже не выгодны вашему питомцу но здесь безусловно есть не только плюсы обучения потому что обучение мягкое обучение строится на том что собака сама догадывается что нужно сделать есть конечно же и минусы это огромное количество терпения со стороны хозяин мне все хозяева говорят что не работает я стоял три минуты ничего не произошло порой в начале обучения если ваша собака уже достаточно взрослая требуется стоять и 30 минут чтобы собака догадалась не просто сидела по направлению натяжения поводка а догадалась что то что ну что что то нужно поменять на например посмотреть на хозяина или вернуться к нему вперед-вперед-вперед-вперед-вперед мы стоим до тех пор до молодец хорошо пока собака к вам сама не вернется Вперед, 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 вперед. Давай, 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 давай. Вперед, 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 вперед. Стоим до тех пор, пока… Да, умница, собака. Пока собака к вам сама не вернется. Необученная собака, но у вас тоже таки обязательно будут. Такая прогулка будет дольше. Если плохая погода, плохое самочувствие, то хозяин уже это упражнение не выполняет. Если хозяин переходит дорогу, он тоже не может стоять. Именно поэтому упражнение не очень любят все владельцы, потому что оно не всегда бывает уместно. И также это будет не очень правильно для обучения, если хозяин то стоит, то двигается на натянутом поводке, то собака не понимает, где, собственно, правило. То есть то с ней гуляют на натянутом поводке, и она чувствует ошейник, то почему-то останавливается, и она что-то должна сделать. Тогда обучение будет еще дольше откладываться, положительный результат будет еще менее достижим, потому что хозяин иногда просто не может позволить себе остановки. Поэтому мы рассмотрим два других способа. Второй – это движение в противоположную сторону, движение на 180 градусов. Как только собака потянула поводок, хозяин тут же должен развернуться и продолжить движение в противоположную сторону. То есть вы разворачиваетесь, вот собака, представляем, что потянула поводок. Вы тут же разворачиваетесь в противоположную сторону и начинаете двигаться до тех пор, пока собака не начнет вас догонять. Возможно такое, что она начнет упираться. Возможно, она не сразу пойдет с вами. Попробуйте продолжить движение, но до тех пор, когда собака начнет повторять за вами и двигаться за вами. Опять-таки, здесь сразу же начинается обучение. Ваша похвала, ваше движение и выдача лакомства. Получается, что как только собака натянула поводок, вы ее опять наказываете, прерываете ненужное вам поведение, но тут же предлагаете альтернативу – движение в другую сторону. Таким образом, ваша собака не сможет тянуть поводок чисто физически, потому что механически вы ей такую возможность не даете. Как только она потянула, разворачиваемся, идем, начала собака вас догонять, начинаем ее хвалить, выдавать лакомства и продолжать прогулку. Вперед, вперед, вперед. Как только потянула, разворачиваемся в противоположную сторону, хвалим свою собаку, двигаемся вместе с ней. В какой-то момент вы можете обратно развернуться и пойти туда же, куда вы хотели. Иди вперед, вперед, вперед. Как только потянула, развернулись и пошли в противоположную сторону, ваша собака обязательно начнет вас догонять. У вас провиснет поводок, вы начнете ее хвалить, выдавать лакомство и двигаться вместе с ней. Но опять-таки, плюсы здесь такие, что собака просто не может ошибаться, то есть она не может тянуть поводок. Минусы. Представьте такую прогулку. Вы просто не дойдете в какую-то точку назначения. Если, например, вы шли в гости и собака именно туда тянула, то вам придется постоянно двигаться в противоположную сторону. Поэтому мы разберем еще третью методику. Третья методика называется отшагивание. Как только собака потянула поводок, вам нужно сделать движение назад, пару шагов назад, но без разворота корпуса. То есть, если у нас было с разворотом корпуса движение на 180, вы разворачивались от собаки и куда-то шли, то здесь вы будете делать только два шага назад вместе с собакой и потом двигаться с ней вместе вперед. Сейчас попробую показать. Мы двигаемся. Как только собака тянет поводок, вы делаете один-два шага назад, тут же возвращаетесь на предыдущее место и двигаетесь дальше. Делаем один-два шага назад и продолжаем движение вперед. Один-два шага назад во время натяжения и продолжаем двигаться вперед. Суть данного упражнения сводится к тому, что вы опять-таки механически снимаете натяжение, тут же даете альтернативу, то есть правивший поводок, и успеваете сделать столько шагов, сколько позволяет вам ваша собака. При этом вы тут же собаку хвалите, двигаетесь и кормите ее. Один-два шага назад, собака к вам вернулась, продолжаем движение. Да, молодец, хорошо, супер собака. И выдаем ей какое-то подкрепление из ваших рук. Итак, три упражнения по провисшему поводку. Первое. Остановка. Просто не двигаемся за собакой, пока она сама не снимет натяжение. Второе. Движение в противоположную сторону. Мы тут же разворачиваемся, как только собака тянет поводок, и двигаемся до тех пор, пока поводок не провиснет. Третье. Отшагивание. Вы, когда собака потянула поводок, делаете один-два шага в противоположную сторону, возвращаетесь вперед и продолжаете движение. Один-два шага назад, движение вперед и идем на правейшем поводке. Один-два шага назад, движение вперед и продолжаем движение на правейшем поводке. А это все является прерыванием поведения, обучением и так далее, и так далее. Но, когда ваша собака не тянет поводок, мы всегда ее хвалим, активно двигаемся и периодически выдаем лакомства. Именно такими тремя способами вы сможете научить свою собаку не тянуть поводок. Все три способа вы можете чередовать, совмещать на одной прогулке. Бывает так, что, например, остановки очень хорошо подходят вашей собаке, но когда вы переходите через дорогу, вы можете работать с отшагиваниями. Или вы работаете с отшагиваниями, но отрабатывая подход к подъезду, вы можете двигаться в противоположную сторону, постоянно возвращаться, уходить, возвращаться, уходить. И так собака успокоится. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а также переходите по ссылке под этим видео и регистрируйтесь на мой вебинар.